Всем привет! Я сейчас нахожусь на Золотом кольце в городе Иваново. Заехал сюда, решил побегать по Иваново и провести кое-какой эксперимент. Как будешь проводить последний месяц лета, август? Что будешь делать? Ой, не знаю, планов нету пока. Хотелось бы искупаться хотя бы разок, потому что пока еще не успел. На улице 31 или 32 градуса. Короче, жаришка неимоверная прям. Стартурую на какой-то набережной. Река называется Увадь. Это что? Как будто бы тюрьма. Но не тюрьма. Кольцо обозрения есть. Суть эксперимента. Всем известно, с чем первым делом ассоциируется город Иваново. Помимо того, что это столица текстиля, текстильного производства. Конечно же, это Иваново, город невест. Соответственно, хочется выяснить, действительно ли это так, считается ли сейчас Иваново городом невест или нет. Надеюсь, нам удастся это выяснить. Не переключайтесь. Можно пару вопросов? Каких? Ну, я приехал в Иваново, как бы побегать и видео поснимать для своего YouTube-канала. И мне интересно стало, раньше считалось, что Иваново является городом невест. Да, так и есть. Сейчас это еще считается так, или это когда-то было давно, а сейчас немножко... Ну, почему? Сейчас тоже многие называют Иваново городом невест. Да? Да. А у тебя есть молодой человек? Да. Да, есть. Почему считалось? Потому что количество женщин якобы было больше, чем мужчин, поэтому якобы считается, что... Ну, все думают по-разному, то есть многие считают то, что... Ну, потому что мужчин было меньше, но сейчас считается то, что девушки в Иваново, то есть они трудолюбивые, красивые, ну, вот в таком плане. Ясно. Ну, вот я, в общем, решил пообщаться, узнать статистику, скажем так. Ну, ясно. Ясно, все, спасибо большое за ответ. Да, ясно. Всего доброго. Пока мне кажется, что моя стеснительность и моя застенчивость будет мне мешать проводить этот эксперимент. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы он состоялся. То есть контенту все равно быть. Ну, вот первый человек говорит, что до сих пор считается еще, что Иваново это город невест. Но она не свободна, он не весь молодой человек. Вот так вот, девчонка, привет. Можно отвлеку буквально пару вопросов? Если не против, я просто видео снимаю для YouTube-канала. О, братик, тиктокер. А, не, не тиктокер. Ну, блин, зали. Я приехал из Нижнего Новгорода, решил побегать тут, и пока бежал, стало любопытно. Раньше ведь вроде город Иваново считался как городом невест. Да. А вот сейчас по-прежнему так считается, или типа уже... Нет. По-моему, Владимир или Ярославль взяли вот это название город невест. Сейчас уже нет такого. Серьезно? Да. Я слышала просто недавно, мы тоже разговаривали, что у Иваново город невест. Там же тоже в Москве есть уже аппликация, где маленькие человечки такие, там невесты бегут за мужчиной, и это город Иваново. А сейчас, я когда спрашиваю, то вроде другое название сейчас, ну, точно не знаю, но город невест уже у других. Вот так вот. Ну, считалось, потому что якобы раньше количество женщин было больше, чем мужчин, и поэтому город не ест. А интересно, ну, я тут бегаю и спрашиваю статистику собирать, а у вас есть молодые люди? Ну, то есть вы встречаетесь с кем-то или... Нет? Ты мне ответил. А, еще неопределенно... А я, как бы, вообще типа парень не мою. А, серьезно? О! Я не попарням. А ты еще не определилась, получается? Нет, у меня там проблемы большие с бывшим молодым человеком, поэтому нет, я сейчас не встречаюсь. Ленивый ли ты человек, и считаешь ли ты, что лень – это двигатель прогресса? Ну, я скорее ленивый, да. И отчасти соглашусь с тем, что лень – это двигатель прогресса. Ну, очень много технологий действительно появилось. Ну, я так думаю, благодаря лене. Я не изучал глубоко этот вопрос, но тот же, например, пульт от телевизора. Ну, это, кстати, наверное, тоже такой известный факт, что он появился только из-за того, что людям стало лень подходить и щелкать на кнопки. Поэтому придумали пульт. Ну, блин, как? Не город, не вес. Вон, любовь. Сердечки вон. Ну, если это и не город невесты, то должен быть город любви, значит. Такие дела. Так, надо еще женщин найти. Надо поискать женщин, а не девочек. А то девчонкам оказалось 15-16 лет, и одна из них вообще не по-мальчикам. Статистику сбивались. Надо по-мальчикам найти и повзрослее. Там можно вкусно поесть. Ух ты! Тоже. Тоже бы надо искупаться в таком фронтане. Это арбуз вообще? В чем его специфика? И вообще, какие фрукты предпочитать? Арбуз люблю, да. Если часто популярный вопрос еще арбуз следыня, сложно выбрать и то, и то вкусно, и то, и то люблю. В чем его специфика? Не знаю. Сладкий, сочный. Вот сейчас, кстати, не помешал бы. Написано, искусство принадлежит народу. Но не поспоришь. Блин, я пробежал уже почти 6 километров. И вот после того, как я решил не подходить к очевидным школьницам, встречаются только либо уже слишком взрослые, либо дети. Все-таки, кажется, я просто не то время выбрал, чтобы проводить подобные опросы. надо вечером было. Тем более, да, сегодня пятница. Шансов было бы больше. Невестам ведь тоже надо работать и делами заниматься. посреди дня просто так разбудить по городу. Не у кого спрашивать. Девушка, извините, а можно вопрос? Я просто из Низнего Новгорода приехал, решил побегать по городу. И тут подумал вспомнить, что Иванович раньше считался городом невест. А сейчас это звание до сих пор у него есть или уже непонятно? Уже непонятно. Уже непонятно? Сейчас горит невеста от Ярослава. Серьезно? Блин, только из Ярославля еду. Понятно. Ладно, спасибо. Я вот, кстати, вот сейчас бегаю и спрашиваю тоже у всех. У нас я, потому что не из Иваново, а приехал сюда побегать и узнать, является ли Иваново из города невеста или нет. Вот вам вопрос, кстати, тоже встречный. Ну, так является, но уже не знаю, кого больше. Вот сейчас мной опрошенные люди уже говорят, что этот статус перешел в город Иваново. Ой, Ярославль. Да. Надо разворачиваться. Я ведь как 63 назад только из Ярославля приехал. Еще эксперимент. Пошел не по плану. Блин, я когда здесь был в 2008 или 2009, она была поглубже и не такая зеленая. У меня есть мысль. В моем опросе пока приняло участие довольно молодое поколение. Поэтому для них, возможно, в их восприятии Иваново уже действительно не считается гордым невестой. Надо найти кого-нибудь постарше. Как ты относишься к татуировкам вообще? Расскажи о своей татуировке. Я нормально отношусь. Я очень много слышал мнений о том, что типа об этом можно пожалеть. В старости все объяснит. Но я на самом деле с этим не соглашусь, потому что, ну, я видел людей в возрасте с татуировками и ничего там не обвисло. О том, что можно пожалеть. Не знаю, у меня уже, ну, больше десяти лет где-то я там с начала первой татуировки. И с каждым разом я когда смотрю, у меня нет такого ощущения, что типа мне что-то надоело. Я наоборот каждый раз смотрю и вижу в этом что-то новенькое. Потому что здесь сделано как бы с историей такой. И эту историю можно каждый раз там как-то даже для себя по-новому объяснять. И такого нету, что она надоедает или что-то. Поэтому я отношусь положительно. И неподкупный голос мой был эхо русского народа. Александр Сергеевич Пушкин. Иваново, город трудовой доблести. Там сквер городской. Сейчас туда тоже сбегаем. Да, кстати. Я хоть и десять километров пробежал по городу Иваново. Бежал по тротуарам, но больше километров я все-таки проехал по автомобильной дороге. И вот я не знаю, заметно или нет. Абсолютно никакой разметки нет. Нигде. На всех дорогах, что ли. Вот как заехал в Иваново, по центру укатался. Ни одной разметки нет. Единственные ориентиры это указатели. И все. Местами непонятно, едешь ты по встречке или нет. По своей полосе или нет. По середине полосы или ты заменил в две полосы вообще. Ну, это очень неудобно, как автомобилист сейчас негодую. Неудобно. Не то чтобы, я понимаю, стертая была бы, старая разметка стертая, которой никакой нет. При этом и полотно, то уже не сказать, чтобы типа новое. Ну, то есть давно постелено. Но разметки нет. То есть походу изначально не делали. Как будто бы и не надо. Местные это, наверное, привыкшие. А вот мне непривычно было. Пару вопросов. Я просто из другого города приехал. Бегаю по Иваново и снимаю видео для своего канала YouTube. Мы невестные. А, да? Мы тоже сегодня приехали. Ясно. Я просто пытаюсь выяснить. Раньше, ну, известно же, что Иваново считалось себя городом невест. Ну, да. И вот мне стало интересно. Ну, он до сих пор этот статус держит. Можно ли здесь невесту найти? Поискать. Потому что девушек здесь прошло мимо очень много. Да? А я уже 10 километров пробежал и только штук пять встретил. Все разъехались по домам. Ну, да. Я еще подумал, что в пятницу день вроде. Поэтому может быть. Ну, да. Возможно вечером. Еще не вечером. А вы откуда? В Сан-Хангельске. О, серьезно? Ничего себе. Я там жил. Да? И как вам? Ну, я там недолго жил. Год почти. Но мне показалось там люди не то чтобы неприветливые. Да. Непривет. Да? Скажем честно и прямо. Вы вроде таким не кажетесь. Или потому что вне Архангельска сейчас народитесь. Не так много опрошенных. Но уже большинство говорит о том, что статус Иваново-город-невест уже перешел. Разворачиваюсь ее домой. Нет невест. Нечего здесь делать значит. Так. Хочу добежать еще вон. На тех куполов. Устал. Черт. Не хочу. Какими способами можно показать, что ты заинтересован в человеке? Не знаю там в романтическом плане или в дружеском? Ну, не знаю. Невербально. Мимикой как-то. Жестами. Взглядом. Знаками внимания какими-то. Поцелуями тем же. Обнимашки. Ну, много на самом деле чего можно делать. Эксперимент немного пошел. Не так как задумался. Возможно, сказывается жара. Хоть опрошенных было не так много. Иваново. Делаю вывод, что Иваново больше не город невест. Но при этом потенциал есть. Потому что молодых свободных девушек здесь много. Невесты растут. Если не разъедутся никуда. Более того, даже приезжают сюда еще поступать. У Иваново еще есть все шансы отвоевать этот титул обратно. Все. Я отчаливаю. Ярославль уже не поеду за невестами. Поеду домой. Всем пока. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Я вот просил вас писать комментарии. Комментарии вы стали писать. На канал в целом тоже стали подписываться. Но я теперь буду просить еще и на канал подписаться. И отдельное спасибо всем тем, кто так тепло принял предыдущие мои ролики. Особенно с Беги Герой из Питера. Мне очень приятно. Действительно. Большая вам благодарность за то, что смотрите. Комментируйте. Подписывайтесь. Ставите лайки. Спасибо. Всех обнял. Ну а я побежал.